Ольга Владимировна, привет! Наконец-то настал хороший момент, когда мы встречаемся по поводу твоего повышения в должности. У нас, как заведено в компании, прошли все процедуры, утвердил управляющий комитет. Сейчас мы на защите были, в принципе вопросы задали, но я считаю правильные, все ответило. Утвердился директором франчайзи, поэтому я предлагаю тебе стать заместителем HR-директора нашей большой сети. И сконцентрироваться именно на вопросах бизнес-процессов HR-автоматизации, системы управления. Мне кажется, что это абсолютно правильно. Я знаю, что ты раньше в нашем IT-подразделении работал, 10 человек в команде, которые чисто автоматизацией занимаются. Но я считаю, что все это должно быть больше интегрировано, поэтому попробуем какую-то двойственную модель. Я знаю, что ты у нас с 2015 года сначала в департаменте маркетинга работала достаточно успешно, потом работала в проектной работе, правильно, там много систем, HR-мотивейшн, HR-серым внедрила. Да, контактный центр еще у меня был, контактный центр. Контактный центр, ты еще построила контактный центр у нас. Ну и мне кажется, у нас в компании всегда так это, значит, весь горизонт открыт всем, поэтому сейчас вот мне кажется, что идея хорошая. Все ее поддержали, даже ни один человек против у нас, хотя, ты же знаешь, да, у нас иногда там не 100% за. Вот тут прям все, что называется, были. Поэтому как у тебя вообще впечатления, мнения? Я хочу поблагодарить за доверие и вас, и управляющий комитет, и совет директоров. Это большая ответственность. До сегодняшнего момента мы работали только с точки зрения разработки продукта, внедрения этого продукта в систему. Сейчас я и моя команда, мы будем погружаться больше именно уже во все бизнес-процессы, начиная от поиска кандидата, найма и заканчивая уже закрепляемостью, оценкой, адаптацией, то есть погрузимся полностью во все процессы, поймем… Развитие очень важно, да. …функции. Поймем, где у нас, какие системы задействованы, какие ресурсы, поймем, где мы можем что-то оптимизировать, автоматизировать, принести что-то новое. Ну и плюс у меня появится полномочия, коммуникацию уже с директорами на местах. То есть до этого момента я была как руководитель продукта, которым я предлагала пользоваться сотрудником на местах уже, а здесь я уже больше смогу смотреть и на какие-то бизнес-показатели каждого города, каждой единицы, смотреть, что можно улучшить, что изменить уже больше верхнеуровневым. Ну, я знаешь, что я думаю? Я думаю, что это вообще правильный курс. Все положительно к двойственности отнеслись, прямо даже в центральном офисе, правильно? У нас же обычно там как бы дивизиональные, функциональные были противоречия, а сейчас у нас тут еще мы. Я думаю, что это правильно. И вообще, значит, я считаю, в будущем должностей не будет. То есть будет у всех плоские системы управления просто с задачами, целями, мотивациями. И больше какие-то продуктовые команды, проектные команды. Ты знаешь, когда вот был в Гугле, в Фейсбуке на стажировке, в Амазоне, слушай, там все так и есть. То есть там давно все это ушло вперед. Вот поэтому, несмотря на какие-то, может быть, у нас внутренние, ну, не все прям 100% верят, что это правильно, я вот уверен, что это верно. И надеюсь, что именно на показателях уже, а показатели же это всего лишь отражение того, насколько эффективна система работает. То есть даже правильно говоря, в природе же цифр не существует. Правильно, в природе все органично. Вот, а показатель, это все лишь отражение, насколько все правильно, слаженно работает. Вот поэтому вот очень важно, мне кажется, тебе тоже. Плюс, я считаю, ты у нас еще очень молодая, у тебя весь горизонт впереди. Вот поэтому это замечательно, когда, ну, в таком юном возрасте уже такие должности большие, ну, такой большой компанией занимает, это классно. Вот, и тебе желаю удачи в работе, чтобы все было у тебя замечательно. Большое спасибо. Спасибо.